Итак, время нашей трансляции начинается. Всем привет! Надеюсь, слышно меня хорошо. Если что, по звуку пишите в чат. Я думаю, да, звук есть. Все, отлично, шикарно. Всем привет, дорогие друзья, все, кто находится в изоляции. Если кто-то не находится, скорее туда. Ну, а мы сегодня начнем нашу лекцию про электронную музыку, про хаос-музыку, а именно даже про Чикаго. Хаос. Изначально хотел я дать более обширную информацию, но затем понял, что, наверное, начнем мы с чего-то помаленьку, с чего-то начального. Ну, а если вам уже понравится эта лекция, то мы будем дальше идти по различным стилям электронной музыки, и я буду рассказывать, показывать, ну и так далее. Да, можно еще прям минуточку буквально, да, наверное, давайте подождем. Народ подтянется, вот уже подтягивается. Отлично, отлично. Если что, пишите в чатик. Так. Шикарно, да, все, звук слышно. Как я и говорил, сегодня будем и слушать, и я буду рассказывать, и немножко даже вам покажу, как же это все у нас делалось. Ну, давайте, да, давайте начнем, дорогие друзья. Итак. Отлично. Давайте начнем. Ну, а начать я просто обязан с великой фразы из знаменитой песни, из знаменитой книги. С чего же все начиналось? Итак. Вначале был Джек, и у Джека был грув. А вот из этого грува родился самый грувистый грув. Как-то раз свирепо истязая свой бокс, Джек бесстрашно воскликнул. Да будет хаос! И в то же мгновение стал хаос. С этого все началось. Давайте разбираться, что же это такое и с чем же его едят. Ну, конечно, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Вообще, эта лекция, конечно, такого начального уровня для людей будет, кто вообще впервые с этим знакомится или заинтересовался электронной музыкой, откуда же это все пошло. Поэтому эта лекция будет интересна как и для людей, кто вообще совершенно в этом не шарит. Ну, а кому-то что-то, может быть, напомнит. В любом случае, это будет полезно для всех. Итак, кто-то знает, кто-то нет. Эт-хаос музыка родилась, конечно же, из диско-музыки, из бессмертного диско, которое пришлось на эпоху 70-х годов. Самый рассвет. Но вот уже к 79-му году, я бы сказал, наверное, самый эпицентр диско-музыки, это было в Америке, это было в городе Нью-Йорк. Конечно же, мы все знаем Студия 54, знаменитые такие клубы. Но еще также в Нью-Йорке был не менее знаменитый клуб под названием Paradise Garage. И в этом клубе заправлял всем такой известный человек, диджей, как Ларри Ливан. Этот человек действительно многое сделал и для этого клуба, и вообще для музыкальной культуры в целом, для диско-культуры. Что же это было? В 79-м году, 12 июля, на стадионе, где играли команды, по-моему, в бейсбол, Сокс и Тайгерс, перед матчем выходит радиоведущий Стив Долл на стадионе, который вмещал в себя всего лишь 40 тысяч человек. В тот вечер собралась аудитория в 55 тысяч человек, и прямо перед началом бейсбольного вроде бы матча они начинают жечь пластинки с диско-музыкой. Выходят с плакатами, на которых написана надпись «Диско-сакс», «Диско-отстой» и начинают просто сжигать, уничтожать всеми так горячо любимую диско-музыку. А вот пришла моя главная помощница, которая вам тоже сегодня расскажет про диско. Ну куда же, куда же, конечно, без нее никак. Ну так, мы продолжаем. «Диско-сакс», «Диско-отстой» Кричат, они скандируют, хотя многие люди в тот вечер заметили, что это нисколько была акция против диско, вошло в историю как смерть диско. Но это не совсем так. Конечно же, в андеграунде, дорогие друзья, все это продолжало быть. В клубах диско игралось еще как. Но чтобы вы понимали, говоря о диско-музыке, мы сейчас говорим не про какие-то такие поп-хиты, популярные композиции, я не знаю, сразу может быть там группа Аба вам придет на ум, а что-то более андеграундное. Немножечко позже к этому мы вернемся. Итак, вот как раз-таки в клубе Paradise Garage Ларри Ливан играл такую андеграундную диско-музыку. Так, что там? Фончик для настроения. Фончик немножечко, да, немножечко попозже. Так, сейчас все будет, ребят. Итак, мы переносимся в город, также в Америке, в Чикаго, о чем мы сегодня и будем говорить. Кстати, да, у нас здесь, по-моему, даже есть ребята сегодня должны на стриме присутствовать из Чикаго. Если есть кто из Чикаго, напишите нам в комментарии. Привет, Чикаго, кто на связи? Итак, продолжаем. Переносимся в город Чикаго, потому что в Чикаго... Так, нет, видите, мне просто не дают вести мою передачу, мой стрим. Итак, переносимся в Чикаго. В 77-м году, немножечко до этого, открывается знаменитейший клуб под названием Warhouse, в котором начинает играть также знаменитый диджей Фрэнки Наклз. Фрэнки привозит из Нью-Йорка черную музыку, диско-музыку, гей-музыку в клубы Чикаго. Все это начинает становиться очень популярным в андеграундной культуре, начинает подтягиваться очень много народу на вечеринки. И также, помимо этого клуба, в Чикаго открывается магазин виниловых пластинок под названием Imports. То есть люди, которые ходили на вечеринки в клуб Warhouse и были в восторге от этой музыки, Затем, конечно же, шли в магазин пластинок и просили, просили, спрашивали именно те пластинки, которые играются в Warhouse. Они туда заходили и спрашивали, типа, «Эй, у вас есть что-нибудь из Warhouse, Warhouse, House?» И так, просто из Хаоса. Это название сократилось до Хаоса, до того момента, когда уже продавцы магазина пластинок просто сделали отдельную полку с пластинками и написали на ней просто Хаос-музыка. Вот и все. Отлично. Итак, в это время, играя диско-музыка, что же происходит в клубе Warhouse? Именно диджеи клуба работают над специальным, скажем так, микшированием пластинок, а именно пластинки игрались в две копии на левой и правой стороне, на виниловых вертушках. Сегодня у нас винила не будет, дорогие друзья. Сегодня у нас здесь присутствуют обычные вертушки, пионеровские. Музыка будет идти просто с флешки. Кстати, хотел сказать спасибо нашему генеральному спонсору, братская поддержка компании Connect Pro. Руслан, огромное спасибо тебе за диджейское оборудование. На нем очень круто играть и очень удобно лежать и спать, кстати, тоже. Итак, ребята такие. Пятерка знаменитая диджеи Hot Mix 5 в то время также играли в Чикаго и работали именно с микшированием треков в две копии. Но именно хаос музыка, которую мы знаем ее уже сегодня, появилась благодаря тому, когда диджеи начали добавлять к этому классному микшированию, сэмплингу, еще, конечно же, драм-машину. А как это происходило, я хочу вам показать прямо сейчас наглядно на своей же драм-машине. Только да, можно, пожалуйста, мою помощницу на время попросить переместиться в другое место. И я вам покажу. У меня есть сегодня драм-машина из моей коллекции. Это классическая аналоговая драм-машина под названием Roland TR-606. Вот так вот она выглядит. И прямо сейчас в режиме реального времени мы с вами попробуем, скажем так, реконструировать рождение хаос-музыки вместе с дискомузыкой. Итак, с чего мы начнем? Давайте для начала возьмем очень популярный трек тех времен Lolita Holloway «Love Sensation». Знаменитейший трек, который, наверное, не миксовал только, пожалуй, самый ленивый человек. Звучит он вот так. Давайте сначала послушаем композицию. Так, поехали. МИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Драм-машины Итак, TR-606 Вот такая у нас аналоговая драм-машина И прямо сейчас на ваших глазах я продемонстрирую вам тот самый знаменитый TR-секвенсинг в живом времени, я бы сказал Итак, мы запустим нашу драм-машину Итак, хай-хеты Так, всем слышно? Да, отлично Отлично Бочку добавим бочку Так, немножечко томов Шикарно Итак, поехали Давайте Здесь, значит, я сейчас уже вырезал, взял две копии Значит, на одной деке у нас будет вокальная партия этого диско-трека А на другой стороне у нас на левой, в вашем случае на правой У нас будет партия, поставленная в луп Уже инструментальная, основная Итак, поехали, начнем с вокальной партии Отлично Так, давайте добавим рабочий барабан Продолжение следует... Предлагаю добавить инструментальную партию Ну и по ходу дела подключимся с вокалом Поехали То есть, миксуем мы прямо на ходу В живом времени Прямо левая сторона Инструментальная Справа вокал И драм-машина Прямо в лайве Поверх всего этого дела Итак, послушаем Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот как-то так. Ну и выключаем нашу драм-машину, конечно, тоже. Вот именно таким образом происходил, скажем так, гибридный, я это назову, DJ-сет, live, как сегодня это происходит. Многие артисты на мировой сцене сегодня также продолжают вот такой именно гибридный вид диджеинга, лайва. Один из немногих, я бы назвал, есть такой Кинг. Чувак, по-моему, из Болгарии. Да, из Болгарии. Блин, это великий, великий человек. У него есть очень классный бойлер-рум в Москве. На ютубе есть, можете найти, посмотреть. Он использует классную современную технику, разные аналоговые, цифровые приборы. И очень круто это все преподносит. Вот, как так все это происходило. Итак, идем дальше. Значит, появился в Чикаго новый клуб. Так, вот быстренько, да, вопрос. Да, ребят, давайте вопросы попозже немножко. Сначала я дам вам информацию, ну, а затем по вопросикам с радостью отвечу на все ваши вопросы. Итак, поехали. Значит, в Чикаго уже в 1983 году открывается, клуб Music Box. Вот, и там заправляет, вернее, не владелец клуба, а сам главный диджей в этом клубе. Это Рон Харди. Также знаменитый персонаж, который дико сидел на героине. Вот, поэтому ему казалось, что музыка слишком медленно, и ему хотелось все ускорять, ускорять темп треков. Таким образом, если, допустим, ну, более-менее классические диско-треки играются примерно в 116 BPM, то уже, насколько мы знаем, хаос-музыка — это 120, там, до 130 BPM. Ну, скажем так, классические варианты. Итак, идем дальше. Значит, появляются такие имена, как Маршалл Джефферсон, Чип И, также самый Рон Харди, который миксует, диджеет в этом клубе, не только, кстати, диско-музыку, но и ставит панк-музыку. Даже те самые персонажи очень сильно смеялись, говоря о том, что мы дожили до тех времен, когда чернокожие начали танцевать под панк-рок. Ну, под панк-роком я имею в виду, например, B-52, кто знает такую группу, Rock Lobster, ну, что-то вроде того. И появляется, рождается в том самом месте великий танец под названием Jack, либо такое понятие есть, как Jacking. Часто эти танцы на танцполе переходили в занятия любовью и так далее. Ну, кому интересно, можете отдельно загуглить, посмотреть. Итак, но именно точкой отсчета хаос-музыки является как бы композиция это Jimmy Principle, Jimmy Principle, композиция Your Love. Чувак прямо дома написал песню для своей любимой девушки, с которой он в то время тусовался, прямо дома там напел, что-то насыщенял, принес в клуб. Ну, как бы это считается одной из самых первых хаос-композиций. Итак, я вам хочу сейчас тоже так же продемонстрировать. Давайте послушаем ее немножко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и знаменитая вокальная партия субтитры создавал DimaTorzok 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 Какого хрена? Почему этот парень записал трек просто дома? Кто-то думал, что он вообще какой-то очень сильно богатый иностранец, который имеет огромную студию Но ничего подобного? Он просто сидел дома и записал, по-моему, на четырехдорожечной простую протостудию Итак, кто же были следующие герои, которые взяли и сделали Также дома практически на коленках, на драм-машинах, на синтезаторах Следующий трек Это Джесси Саундерс и трек On and On Точно так же вошедший в топ первых Чикаго хаус треков Ну и звучит он примерно вот так Давайте так же его послушаем Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну вот как-то так Ребята, когда записали этот трек Просто распечатали пластинки Издали, поехали по всем рекорд-лейблам Предлагать его пластинки Ездили в машине Продавали и на то время сорвали очень большой куш для себя Вот эта пластиночка у нас здесь показана Не знаю, можно ли достать на сегодняшний день оригинал Ну кому надо, то всегда достанет Хотел бы рассказать немножечко про инструменты Которые мы слышим в этих треках А именно важнейшие все-таки, самое главное Драм-машины, которые использовались в то время А это скорее золотая такая четверка Драм-машин компании Roland, конечно же Серии TR 606 модель мы с вами сегодня имели честь наблюдать Уже я вам показал ее вживую Но, наверное, пожалуй, некоторые знают Самые великие, легендарные драм-машины И очень, кстати, самые дорогие Это TR-808 Вот именно вот так вот она выглядит На ней написаны очень многие знаменитые композиции Как и в хаос, техномузыке, так и за ее пределами Про нее даже сняли и фильмы Если кто-то был в Берлине Кстати, да, у нас есть ребята из Берлина Сегодня на стриме присутствуют Всем, кто в Берлине и в Чикаго Всем привет! В Берлине даже метро разукрашено Под цвет вот этих вот прекрасных кнопочек Красные, оранжевые, желтенькие, белые Кто был, тот знает Итак, TR-808 Кстати, 606 версия очень по звуку близко к 808 Но за исключением того, что у 808 более грубый, низкий Классный низ, то есть бочка более качающая Плюс это добавлены каубеллы, хлопки и так далее Итак, и конечно же, уже позже вышла великая, знаменитая TR-909 Вау! Вот эта самая машина, она считается, ну просто легендарнейшей, классикой, хаос и техномузыки во всем мире по сей день Вышла она, не соврать, 1984 год И на тот момент это был просто коммерческий провал компании Roland Никто ее не покупал Ну а музыканты, обычно народ бедный Они просто шли в какие-нибудь комиссионки И искали, что подешевле, что лежало в этих дешевых комиссионках А это как раз таки была вот эта прекрасная драм-машина Которая на сегодняшний день, если мы зайдем на то же самое Авито Во-первых, их очень мало, очень сложно достать Всего лишь, по-моему, экземпляром было несколько версий В общем, мало экземпляров этой машины выпущено По-моему, 10 тысяч Может быть, у кого-то есть, может быть, я ошибаюсь Пишите в комменты На сегодняшний день эта драм-машина стоит от 200 тысяч рублей Ну вот как-то так Как и TR-808 тоже Именно самые дорогие две драм-машины Это самая классика Итак, помимо 909, 808 и 606 моделей Также существует прекраснейшая вот эта вот TR-707 Она уже не аналоговая Те драм-машины 606, 909 и 808 Они аналоговые драм-машины А 707, которая представлена сейчас на экране Это уже цифровая версия Но тоже для любителей классного открытого хай-хета Кто-то знает, о чем я говорю Кто не знает, можете, пожалуйста, загуглить Забить также в YouTube На сегодняшний день представлено очень много примеров Видео, где можно послушать звуки Где эти все драм-машины демонстрируются В различных стилях музыки На это, я думаю, что не будем тратить сегодня время Итак, идем дальше На сегодняшний день, да На сегодняшний день компания Roland Уже сделала свои переиздания Драм-машин Кроме 707, 808, 909 Также компания Berger На сегодняшний день просто бомбит И по дешевке делает Различные клоны компании Roland И не только Но у компании Roland на сегодняшний день Эти версии уже идут в цифре Ну и также идут, конечно, интернет-баталии Споры на тему того, что же лучше Аналог или цифра Кто-то спорит, кто-то выкладывает в интернете ролики Где путает местами аналоговый цифровой звук В общем, это очень смешно Но неизменный факт остается тем Что именно эти драм-машинки Эта золотая четверка По сей день радует нас Во всех прекрасных, классных электронных треках Идем дальше Значит, появляется на тот момент В Чикаго прекрасный, знаменитейший лейбл Который существует и по сей день Это Tracks Records Ну, конечно, он уже потерпел Различные изменения за все года Даже, по-моему, закрывался Но до сих пор он есть Который начинает печатать пластинки И издавать всех самых Вот этих вот прекрасных персонажей Которые мы с вами имели честь Только что послушать Пластинки стоили долг И у директора лейбла Не было даже возможности Закупать вот этот самый винил Поэтому он просто покупал Старые пластинки уже с записями Шлифовал их каким-то образом И поверх этого записывал Издавал уже новых артистов Поэтому пластиночки были Сверх такие тоненькие Вот такой вот смешной факт Идем дальше 1985 год Также легендарный год Для электронной музыки в целом Я бы сказал вообще Для всей нашей планеты Земля Почему? В 1985 году проект из нескольких ребят Под названием Future Придумывают такое направление в хаос музыки Как Acid House Кислотный хаос Ну и наверняка вы знаете Вот такой вот знаменитый значок Этого эйсидового смайла Ну конечно же, да Не обходится без наркотиков Конечно же То есть это кислотная культура Такой желтый значок У нас тоже представлен Вот прямо здесь На Sounds from Isolation Итак, давайте послушаем Трек Который является самым первым В эйсид культуре Future Так и называется Эйсид трекс Поехали И именно почему же он является кислотным эйсидовым А именно обратите внимание, пожалуйста На басовую партию Также легендарного синтезатора Roland TP303 Которому мы вернемся Немножечко позже После прослушивания этой композиции Ну а пока Наслаждаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот примерно вот так вот Только что мы услышали Как звучит настоящая кислота Итак, проект Future Эйсид трекс Как же был создан трек Если мы найдем в интернете В том же самом интервью Этой группировки Они со смехом говорят Они со смехом говорят Что просто к ним в руки Попал вот такой вот Прекрасный Синтезатор Roland TB303 Они очень, кстати, похожи Шестой С TR606 Они вместе Были выпущены В одно время Как вот, пожалуйста Мы видим Что они Практически Идентичны Были они Выпущены Для Аккомпанемента Различным По-моему Бас-гитаристам Музыкантам Кто-то даже говорит Для караоке Но не знаю Насколько Правдива Эта версия И Это Также было Очередным Коммерческим Провалом Типа Это были Какие-то Ужасные Звуки Пока Как раз таки Вот эти Самые ребята Из Future Не взяли Этот Синтезатор И решили Сделать Басовую Партию В своем Треке Но Как они Сами сказали Звучало Это отвратительно Это было Какое-то Говнище Поэтому Один из них Взял И просто Начал крутить Ручки Они не знали Как его Программировать Не знали Что с ним Делать У них Не было Инструкции Не было Совершенно Мануала Они просто Крутили Ручки И таким Чудным Образом Благодаря Экспериментам Появился Родился На свет Acid House Который По сей день Мы имеем честь Наблюдать На всех Танцполах Во всем мире Итак Кстати Они когда Записали Эту пластинку Записали Свой Первый Acid Трек Они Принесли Как раз таки В Music Box Принесли Рону Харди Который играл В ту ночь В клубе И Рон Поставил За эту ночь Этот трек Четыре раза Сначала он поставил Народ не вдуплял Что это такое вообще Что Происходит Второй Третий раз И когда уже Рон Харди Поставил этот трек На четвертый раз Вот тогда и говорят Что в то самое время Родилась Кислотная музыка Итак Идем дальше Но Отходя немножко От Acid Это все-таки Считается Какой же трек Именно Популяризовал Хаус Музыку Во всем мире В тот самый момент Когда она вышла Уже Из Чикаго И Стала популярной Стала известной Во всем Мире Это Считается Именно этот трек Кстати Один из моих Любимых Треков Люблю им Погрешить Порой на танцполах Маршал Джефферсон И конечно же Move your body Как говорят Это именно Гимн Хаус Музыки Именно Когда у хауса Появился Свой саунд Давайте послушаем Джефферсон 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 А в Дэтройд Джефферсон 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 с которым, кстати, немножко похвастаюсь, я имел честь познакомиться лично буквально месяц назад. Именно эта белловская троица создала такой стиль музыки, как техно. А техно, конечно же, вдохновлялась как и афрофутуризмом, так и, конечно, заводами, но и плюс к этому хаос с музыкой, которая пришла к ним из Чикаго. До того даже, как еще придумать техно, допустим, у Дерека Мэ есть такой проект Rhythm is Rhythm, и этот трек также вообще бомбанул во всем мире, как и в Чикаго, как и в Детройте, ну и поговаривают полностью, уж крышу он снес ребятам в Англии. Трек великий называется Strings of Life, и хочу его также вам продемонстрировать немножечко раннего Детройта. Играет музыка Играет музыка Ну вот так вот звучит эта композиция Strings of Life. Итак, хаос вышел за рамки Чикаго, за рамки Детройта, и вышел в весь мир. Ну а также далее, особенно к 90-м, он пришел уже и в поп-культуру. Мы можем наблюдать его, например, в знаменитой композиции, то же самое «Мадонна», «Вог», наверняка все знают. Ну и дошел до того, каким мы его знаем сегодня. Различные артисты, музыканты. Ну а вот с чего все это начиналось из Чикаго, про это я вам сегодня и поведал, дорогие друзья. Я думаю, что, наверное, наша лекция подходит к концу. Будем переходить к диджей-сету. Но я, как обещал, отвечу на ваши вопросы. Поэтому, если есть вопросы, немножечко, буквально давайте парочку, отвечу и начнем диджей-сет. Немножко знаю, что видео доходит от меня до вас с некоторой задержкой, потому что серверы во всем мире из-за карантина, из-за того, что все сидят дома, притормаживают. И качество также видео стало хуже, меньше. Но давайте немножко подождем, отвечу на пару вопросов и переходим к диджей-сету. Если вам понравилась лекция, пишите в комментарии, пишите мне в Инстаграм. Контакты есть мои на Инстаграм и на Фейсбук, на моем Ютуб-канале. Буду очень сильно благодарен вам, дорогие друзья, если вы поделитесь моими видео, моими стримами со своими друзьями, с близкими, с остальными людьми. Либо поддержите донатом, поскольку многие диджеи-музыканты, в том числе я, остались совершенно без работы в это сложное для мира время. Поэтому любым донатом, любой братской поддержке я буду очень сильно рад. Итак, дождемся немножко вопросов. Кто-то хотел там задать вопросы. Жду ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, вот первый вопрос. Будут ли лекции по техно? Да, они, даже материал у меня уже есть подготовленный, потому что ранее я имел честь читать лекции в своем городе, в Уфе, для некоторых аудиторий. Да, я с радостью сделал бы лекцию по техно-музыке. Я думаю, мы также ее совершим. Обязательно также при поддержке ребят из клуба Ботаника, которым также хочу сказать огромное спасибо. Поскольку все клубы сейчас закрыты, нам приходится делать вот такие стримы. Это здорово, это здорово, потому что я думаю, что я бы не назвал это слишком тяжелым временем. Хочется смотреть на это оптимистично, ребят. Сейчас мы все сидим в изоляции и будем танцевать у себя дома прямо в пледах, в халатах, в тапках перед экранами компьютеров, телефонов, телевизоров. А затем дальше будем вспоминать это время с улыбкой. Итак, давайте начнем диджей-сет, потому что думаю, долго-долго ждать вопросов, не будем тянуть время. Отлично, давайте начнем же наш диджей-сет. Ну и, конечно, хотелось бы начать его с великого трека, про который я говорил сначала, был Джек. В начале, there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day, viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, Let there be house, and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house. And in my house, there is only house music. But I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house, and our house music. And you see, no one man owns house, because house music is a universal language spoken, understood by all. You see, house is a feeling that no one can understand, really, unless you're deep into the vibe of house. House is an uncontrollable desire to jack your body. And as I told you before, this is our house, and our house music. And every house, you understand, there is a keeper. And in this house, the keeper is Jack. Now, some of you might wonder, who is Jack, and what is it that Jack does? Jack is the one who gives you the power to jack your body. Jack is the one who gives you the power to do the snake. Jack is the one who gives you the key to the wiggly worm. Jack is the one who learns you how to walk your body. Jack is the one that can bring nations and nations of all jackers together under one house. You may be black, you may be white, you may be two or jintai, you may be two or jintai, you don't make a difference in our house. And this is fresh! Jack is the one who gives you the key to the snake. Thank you very much for listening to our live stream. Let's go! Поехали! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok